Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня я вам расскажу, какие плюшки, какие сеты, какие завоевания нас будут ждать в 20-м сезонном походе. Также мы с вами поговорим еще и о уникальных наградах. В общем, все самое интересное и актуальное на текущий момент из Диабол 3 ждет вас в этом ролике. Ну что ж, давайте начнем с уникальных наград. Почему уникальных? Потому что, по сути, когда мы закрываем 4 главы сезонного похода, мы получаем уже обыденные трансмоги, но также обыденную ротацию предыдущих наград. Меня больше интересует уникальная награда, которую мы сможем получить, когда выполним главу хранитель. И в этот раз нас ждут следующие награды. Во-первых, это уникальная рамка. Какая есть, такая есть. Главное, что хочет что-то новенькое. А также нового питомца. Это такая некая летучая мышь. Но все же. Так что, если вы хотите получить вот такие вот уникальные награды, вам придется закрыть главу хранитель. Кто-то может сказать, все, приехали они, нам эти награды не интересны. В общем, нет смысла даже и заходить в сезон. Ну а если вы, допустим, уже устали от Диабл 3, вообще от РПК жанра, ну мало ли, надоел вам Яков, не дай бог, конечно, то я вам могу посоветовать один неплохой канал. Ну и название у него Додикс Бро Геймс. Ну и что, в свою очередь, вы на нем найдете? Стримы, летсплей, обзоры. Также имеются на канале и лайфхаки по щепетильным проблемам и вопросам. На канале имеются как современные топовые игры, как и различные сессионные. При этом идет необычная монотонная игра, а поддерживается, безусловно, адекватным юмором автора. Ну и если что, ссылку на канал Додикс Бро Геймс я помещу в описании под видео. Ну ладно, давайте вернемся к нашим наградам. Также, когда мы закрываем 4 главы сезонного похода, мы получаем еще и сеты. Безусловно, как всегда, за вторую, за третью, за четвертую главу мы получаем куски от сетов. За варвара это сет бессмертного короля. За чародеи это удивительные тайны выра. За колдуна дух арахира. За монаха стратегема Ульяны. За крестоносца поиски света. За некроманта аватар Трагула. Ну и за охотника на демонов месть Наталии. Кроме того, как всегда, нас будут ждать еще и сезонное завоевание. Завоевание буду приводить на примере обычного режима. Итак, первое это режим босса, где нам надо за 20 минут уничтожить абсолютно всех боссов в игре. На уровне сложности истязания 10. Далее божественность. И нам надо закрыть в соло великий портал 75 уровня. Далее проклятие. Нам опять-таки надо на уровне сложности истязания 10 с одного проклятого сундука убить 350 противников. А следующее это год войны, где нам надо за 6 разных сетов закрыть 55-й великий портал в соло. Ну и последнее завоевание это повелители вселенной. И тут нам надо закрыть 8 комплектных подземелий. Ну сами понимаете, за 8 разных сетов. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такие вот награды, такие завоевания нас ждут в 20-м сезонном походе. Ну и тут уже принимайте решение. Нужен вам этот поход или нет? Нужны вам эти награды или нет? И вообще, нужна ли вам Диабло 3 или нет? Но все же, все ваши мысли пишите, как всегда, в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. И желаю удачи в сезонном походе. Ну а если вы, допустим, уже устали от Диабло 3, вообще от РПК-жанра, ну мало ли, надоел вам Яков, не дай бог, конечно, то я вам могу посоветовать один неплохой канал. Ну и название у него Додикс Бро Геймс. Ну и что, в свою очередь, вы на нем найдете? Стримы, летсплей, обзоры. Также имеются на канале и лайфхаки по щепетильным проблемам и вопросам. На канале имеются как современные топовые игры, как и различные сессионные. При этом идет необычная монотонная игра, а поддерживается, безусловно, адекватным юмором автора. Ну и если что, ссылку на канал Додикс Бро Геймс я помещу в описании под видео.